Всем добрый вечер, с вами снова Инна Гагарина. Надоело, понимаю, но сегодня я хочу просто убить тему этих смс-уведомлений, которые приходят. И несмотря на то, что вчерашний ролик вышел, сегодня мне ночью опять написали, еще прислали людям, присылают одинаковые, меняют только фамилии. Там я не знаю, кем они представляются, вымышленными следователями, дознавателями, фамилии меняются. А все остальное, статьи иногда еще 177-ю приписывают. Давайте, наверное, развалим раз и навсегда, да, это смешное смс-сообщение, и больше я к нему возвращаться не буду. И даже если вы в личках будете мне писать, я буду отправлять вас на этот ролик. Запомните раз и навсегда, прям запомните, никогда следователь, дознаватель не будет уведомлять смс-кой, я даже эту картину не представляю, как следователь смс-ки строчит, не будет уведомлять смс-сообщениями о возбуждении уголовного дела. Конечно, многие сейчас слушают меня и смеются, и думают, а кто в это верит. Ну, в этом смешного ничего нет, потому что люди, которые никогда не сталкивались с этими моментами, они понятия не имеют, кто, кого и как должен уведомлять. Как вообще процесс происходит в возбуждении уголовных дел, им эта ситуация далека, поэтому такое состояние испуга, нервозности, слез и вообще то, что происходит у меня в личках, я все это через себя пропускаю, мне всех жалко, я пытаюсь всем помочь, поэтому вот сейчас я хочу, чтобы это услышали все. Понимаете, процесс возбуждения уголовного дела – это серьезный вообще процесс, и само постановление о возбуждении уголовного дела, я думаю, вы понимаете, это серьезный документ. Следователю, дознавателю нет никакой необходимости строчить вам смс-ки, да и это будет вообще не уведомлением, а так это смех какой-то, потому что в уголовном деле после постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству, следующие документы идут – уведомление заявителя, лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и прокурора о возбуждении уголовного дела, плюс направление копии постановления о возбуждении уголовного дела. И это все отражается на определенном бланке. Это документ. Когда вас вызывают по-настоящему, то даже на постановление о возбуждении уголовного дела вы пишете, что уведомлены и ознакомлены таким-то числом. То, что здесь написано в смс, у меня, например, сразу взгляд бросился на статью. 159 со 165 слепили. Это я понимаю, что это два разных состава. И что 165 в крупном размере вообще не подходит к заемщикам. Но вы-то сами подумайте, прочитайте. Крупный размер это от 250 тысяч рублей. А женщина мне пишет, у меня займ на 3 тысячи. Какой он крупный. Его даже значительно мне признают. Не надо впадать в панику вот из-за этих глупостей. Следующий момент. Следователь, либо там дознаватель, да, прежде чем возбудить уголовное дело, как сам процесс происходит. Неужели вы думаете, написал банк заявление, либо МФО, принес там, направил по почте, либо доставил в дежурную часть, дежурный зарегистрировал, и все, возбуждено уголовное дело. И всем смс-ки рассылаются. Да, конечно, нет. Сначала собирается материал. Проводится проверка. И на основании этого материала, проверки, уже принимается решение возбудить уголовное дело. Передать по подследственности, либо отказать возбуждение уголовного дела. И все так просто. Это вот калы, они дураки. Они где-то увидели вот эти вот, ну, более-менее подходящие статьи, влепили и шлют людям. Но вы-то, если вам говорят, такого быть не может. Не надо, поэтому телефонуйте, уважайте себя. Мне вот жалко, вы берете и звоните им. Они ржут там сидят. Еще говорят, вы приходите с паспортом, с собой вещи прихватите, потому что после допроса вас могут сразу отвезти в суд, и судья может вам дать лишение свободы. Ну, в это-то как можно поверить? Поэтому вот, 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 понимаете, я пытаюсь донести до каждого, кто с этим незнаком, кто с этим впервые столкнулся, что это нереально, что это просто смехопанорама. И ответьте им какой-нибудь гадостью на эту смс-ку. И посмейтесь вместе там с нами и со своими близкими над тем, что они дураки. И еще такой момент, он может быть на другую тему, но он очень важен, потому что после полученных звонков, смс-сообщений с угрозами, многие идут в отделение полиции в надежде получить помощь. А им там говорят, вы разбирайтесь сами, мы все равно никого не найдем, это не в нашей компетенции, заявление принимать не будем. Люди разворачиваются и уходят, у них даже заявление не приняли. Я вас призываю, я вам однозначно говорю, что не имеет права сотрудник полиции, будь то дежурной, дежурной части, либо иной там, находящейся в составе следственно-оперативной группы, не принять вашего заявления. У вас обязаны принять заявление, провести по нему проверку и принять законное обоснованное решение. Понимаете? Обязаны. Поэтому твердо настаивайте на том, чтобы ваше заявление приняли, зарегистрировали и выдали вам отрывной талон уведомления, в котором будет указана дата вашего обращения и номер КОСП. Ну на этом, наверное, все. Пока. Сегодняшний день имеется задолженность перед компаниям КОТО АГОР. По закону разговару работаем, агентские цессии. По агентскому договору представляем интересы. Ну все, уведомляю, что наличие в разручной задолженности проваливается. Что? Я вас сейчас уведомляю про наличие в разручной задолженности. Размере 25 тысяч 111 рубля. Учитывая эти дневные дни просрочки. Скажите, пожалуйста, Инаиды Валерьевны, по какой причине оплата от вас не поступает? Почему вы договорные отношения не выполняете? Почему от Инаиды Валерьевны оплата не поступает? И без кого уведомил, пошел в лесу. Я вас сейчас уведомляю, о чем речь вообще идет. Давай башка, говорящая про Валерь. Да. Здравствуйте, уродила Алина Викторовна. Алло. Да, слушаю. Алло. Слышно, да, слышно. Информацию передайте, звоним вам по поводу... Сейчас информация загрузится. Компания Росденьги, звоним по поводу долга вашего, Любовь. 20 тысяч 400 рублей. Сегодня у вас крайний день для оплаты. Во сколько подъедете? Ни во сколько. В таком случае мы фиксируем отказ сейчас под запись телефона разговора. Коллектор тогда ожидайте. Ждем. Дома сидите, никуда не попадите. Я думаю, что сейчас вживо деньги найдете, по-другому. Ни нахуй. Сегодня от вас оплаты не будут рады. Ни нахуй все разговариваю. Они, кстати, будут за вас расплачиваться. Мне не интересно, куда вы свою мать отправляете. Понятно вам? Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Компания НБА финансовая специалистов. Компания НБА финансовая специалистов. Компания НБА. При чем здесь ваши шнурки? Да че орешь? Че орешь? Как может, ему скажется. Че не говорящий. Ты на кого голос-то повысил? Попутался, что ли? Голос я не повышал. А вы где? Чемо болотное? С тобой я в добром так разговариваю. Времени у вас в данный момент имеется один чат. Алло. Для соединения с оператором острова поясни. Алло. Алло. Здравствуйте. Компания ОООМ КК 4 финансовая специалистов. Судебный отдел Дмитрия Сергеевича. Пригласите к телефону. Он очень занят. Мне интересно, вы хотя бы деньги-то за это получаете? Или так? Я? Просто трубку берете? Просто трубку берете? Не знаю. Просто трубку берете. Очень жаль вас. Всего доброго. Как нет, у тебя жаль. Выдра. Болотная. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. ЗВОНОК. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Отличный звоноком поступила с компанией. В Афинансе специалистов Афсова Дарьи Петровна. Рассковор будет записан. Звене касаемо вашей просрочной задолженности перед компанией. У нас есть 98 просрочки. Самодолгость 145 546 рублей. Нужно пересполнить все. Платить взяем. Сегодня 26 января. Потребляю аккредитора. Вы намерены это сделать, Англа Васильевна? Не, не намерена. А по каким причинам отказываетесь? А у меня что-то прям душевное состояние, не как такие намерения, прям, не как оно мне, прям, ну что-то, ну как-то обходит. А вы понимаете, что ваше душевное состояние никаким образом, которое не интересует вас, было обязанно возвращать? Как это, мое душевное состояние самое главное? Как это жив срок, который был предусмотрен договора. У меня на душе другое состояние. Ваше душевное состояние никого не интересует, Ольга Васильевна. Вас должно интересовать. Вы свой диалог должны интересовать. Нет, мне не должно интересовать ваше душевное состояние. Как ваше душевное состояние, как ваше настроение? Ольга Васильевна, мы с вами о вашей задолженности общаемся, а не о душевном состоянии. А, это задолженность, она меня никак вообще даже, Я про нее забыла, она меня не волнует, не беспокоит. Ну, все хорошо у меня. На каком основании от вас на федеральский платеж поступал в апреле месяца? Правда, с ума сошла. Зачем же я платила-то? Я даже не знаю, на каком основании. Может, не с той ноги встал, не надо было платить. Согласна, согласна. Да. Вы правильно воспринимаете, Ольга Васильевна? Я, да. Я очень все воспринимаю правильно. Я же все сами в другой раз. Ну, не уходите, давайте поговорим. Да. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Не, кредит-организация делала выездную группу Вахабов в Каме? А что, как возмущена-то? Нет, я удивлена. Прямо выездная группа и все. Я пристела, выпала. Значит, послушайте мне, пожалуйста, нечего удивляться. Столько на просрочке находится, столько даже родственников. А вы на чем подкачете? Значит, послушайте меня, послушайте меня, послушайте меня. Давайте бездушную иронию назад все разговоры. Послушайте меня. Что ты нервничаешь? У вас не смешная ситуация, на самом деле? Да, это смешная. То есть 300 рублей на просрочке находится, сумма просроченной задолженности, сумма, составляющая из трех платежей. Сегодня наступила дата очередного платежа по графику, который уходит уже после 12 ночи на просрочку. Завтра будет фиксировано 4 просроченной задолженности. И миг кредит при наступлении 4 просрочки направляйте ряд мероприятий, куда входите, возможно, мероприятие выездного характера по адресу. О, боже. Далее, если вы так же будете в силу не разговаривать, как-то отказывать, послушайте меня. Не ори, не ори, дёс. Чего орешка. Не перебивайте меня. Значит, это все будет под, значит, сопровождением видеозаписи. Я вас тоже сниму, хоть посмотреть на воеднюков, миг кредита. Возможно, возбуждение, возможно, возбуждение... Что там загублено ко мне? Послушайте меня, послушайте меня, пожалуйста. Возможно, возбуждение, значит, уголовного дела... Основание для возбуждения уголовного дела. Что может? Это способ уклонения от корректорки задолженности. Почитайте, пожалуйста, это будет вам полезно. Это какой за статью мне надо найти? Не ори, нет такой статьи, а если и есть 177-я, то она не подходит. А уголовное дело возбуждается по заявлению судебного пристава исполнителя. Дурак ты. Ба-ла-бол. Я как куратор направляю полный комплекс терпеть по отмечествам. Нет, я слишком не знаю в тебе. Ты пизда, боже, проваливай отсюда. Знаете, я вот, я проговорил по заявлению разговора, потому что я должен был. Вы будете сталкиваться, вы будете сталкиваться, вы будете сталкиваться. Брехло, ты поганая. Сказ не с ними. Вы или будете разрешать вопросы забраволевания. Ты даже стать я не знаю. Или, или. Послушайте меня, пожалуйста. Или, или. Фу, без разочной, воеднюк. Вы думаете, что вы настолько сильная, да? Я сильная, да. Да, да, да. Потому что ты начал заикаться, а не я. Послушайте, пожалуйста. Вы думаете, что настолько слабы законы Российской Федерации, потому что вы можете опорвлять договор за имя, да? Ну, видишь, я так сделала. А вы всякими страшилками пытаетесь меня напугать. Орел, скричишь, возмущайся. Поднял бы свою задницу. И сходил бы в суд, воеднюк. А лучше бы образование получил. Воеднюк. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 конечно. Все так и было. Все так и было. А ты такой сильный прям. Сила так и прет тебя в штанах, наверное. Проводи отсюда. Если будете срушать в черный раз требования организации кредитных, будем... Проваривай отсюда или приезжай. Проваривай мероприятие. А, выездного, выездного. Да, да, да. Все, проваливай, достал уже. Со временем у вас. Пусто оплет. Пишите, сооплата. Да. Ты же 900 рублей хотя бы. Иначе там уже... Ой, хотя бы 1900 надо, да? Не причиняем от вам. Возможно же будет выставлено общую сумму просрочен. Да выставляйте, выставляйте. Давно надо это было сделать. Все угрожает. Грозные. А, вы... Повторые. Нет, вы услышали меня? Нет, я тебя не слушала. У тебя же связь заикала. Все, пока тебя услышать нужно. Запись разговора. Это что я зафиксировал. Я слушаю. Возможно. Возможно? Да. А что это вы голос меняете? С собой так разговариваете. Кто бы сомневался. Скажу, Ольга, Индино. Я вас всех уже по голосу не знаю. Передавайте, передавайте. Замечательно, что вы слышите по голосам. Ни за что не буду передавать. Мое право никому ничего не передавать. Не обязана этого делать. Это что вы говорите? Да, я говорю правильные вещи. А переодретьаться, а чего тогда на вас идёт? А для чего? Ой, ты что? Ты такие слова знаешь. Это моя поклонница, да? Понавка, наверное? Постоянно, постоянно слушает, да? Это вам что-то работу платят? Я не хочу тебя видеть в числе своих подписчиков. Вон, 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 вон. Ой, вы о себе, вы сколько вам мне ее. Я не верю от этой пищи.